О Маркове, прежде всего, хочется сказать, что он актёр мощный, именно мощный, сильный очень актёр. В нём какая-то есть такая внутренняя сила, которая позволяет ему, даже при отсутствии движения, мимики, даже при том, что он не повышает голоса, казаться и производить впечатление сильной натуры. И все его роли, мне кажется, отличают вот эта какая-то внутренняя сила, внутренняя мощность. Какая-то такая пружина, которая очень редко, ну что ли, раскрывается, а вот сжата, собрана. И вы всё время чувствуете возможность, что эта пружина раскроется. И он её очень редко раскрывает, и в этом есть какая-то тайна. Он актёр, за которым обязательно с большим вниманием следишь, за мельчайшими подробностями его мимики, выражением глаз. Он очень скупой на внешнее выявление. Он почти, собственно, никак не старается проявлять свой характер, который он изображает. У него даже какая-то такая вроде маска на лице, маска неподвижности. Он говорит, как будто еле-еле, слегка, слегка поворачивает голову. Но поскольку, как я сказал, какая-то во всём есть такая вот мощь, сила, то это очень впечатляет, завораживает как-то. Он очень интересный актёр. Вообще, актёры, самые интересные актёры, это такие актёры, на которых смотришь и понимаешь, что за их молчанием есть ещё что-то, или за их игрой стоит ещё что-то секретное, которое в них самих заложено, и которое вам интересно разгадывать, когда вы смотрите их. Вот Марков такой. Я, как и все зрители, знаю его по многим очень спектаклям и фильмам, а работал я с ним всего один раз, в Театре Массовета. И хотя эта работа была уже давно, значит, я очень запомнил его как, так сказать, соратника, что ли, по работе. Он очень запоминается как товарищ творческий. Он производит впечатление мрачного человека, когда с ним знакомишься, и как даже немножечко его страшишься, побаиваешься. Думаешь, что за этим, что за этой мрачностью, какое потом последует проявление. Он мрачный такой, нелюбезный. Вот. А когда же начинаешь работать, то за этой мрачностью, нелюбезностью такой, кажущейся, вдруг ужасно такой доверчивый и какой-то чистосердечный такой человек. Непростой, сложный, но очень, очень поддающийся работе, очень приятный в работе. И какой-то большой труженик, и серьезно понимающий и чувствующий ту работу, в которой он участвует. Вот в его такой, как будто бы грубой, мощной натуре, есть какая-то элегантность такая. Есть какая-то изюминка, какой-то прелесть. И вот сочетание этой вот жесткости такой вот и вот этой элегантности, вот, мне кажется, его основная такая черта. Я его люблю очень во многих ролях и мог бы рассказать много и о театральных его работах, и о работах в кино, и на телевидении. Ну, вероятно, об этом в этой передаче уже много говорилось и будет еще говориться. Скажу только о том, что не так давно по телевидению шла пьеса Арбузова «Вечерний свет», где он играл, в общем-то, не такую уж и большую роль. Он начинает, пьесу потом надолго исчезает, и потом снова появляется. Но его появление, они приковывают. И уж точно, что в этом месте никогда не выключишь телевизор, когда появляется Марков, будешь смотреть. «Я вечерний свет», мне вообще понравилась эта передача, и понравилась эта пьеса, и спектакль телевизионный. Но когда появлялся Марков, то вот именно эта загадка, что стоит за его исполнением, эта способность его сложно выражать, выражать, вернее, просто выражать какие-то сложные вещи в характере, вот сохранять какую-то таинственность в этой простоте и в этой, в общем, даже скромной подаче художественной, вот меня ужасно это привлекало и заинтересовывало, хотя бы даже в этой роли. Меня всегда удивляет и восхищает в моих коллегах, когда я вижу на сцене все, что делает этот человек как профессионал. Достаточно ясно понимаю, как он это делает, но вижу еще что-то, чего я не понимаю. Так вот, Леонид Васильевич это умеет. Причем, когда это видишь, то получаешь какое-то просто особенное эстетическое наслаждение от того, что ты уже смотришь совершенно такими глазами познающими и для себя лично узнаешь что-то такое. Это, я думала вообще над этой проблемой, я думала, что это такое. Это не во всех артистах я это вижу и меня это особенно как-то поражает, когда я это вижу. И думаю, что даже, может быть, это происходит как-то помимо воли самого этого артиста, просто он настолько глубоко проникает в то, что он делает, что какие-то вещи создаются уже по неволе, уже сами собой, как бы, ну, в общем, перевоплощение. А в «Царской охоте» спектакля, когда мы с ним столкнулись, у нас было очень много трудностей, и мы умудрились даже почти перед самой премьерой поссориться с ним, потому что именно этот отрывок, который мы вам играем здесь, и только что показали, он самый трудный был для нас, потому что там нужно играть откровенную любовь. Это вообще очень трудно, и в частности очень трудно. И мы настолько боялись, как-то, наверное, даже по-детски инстинктивно боялись играть это, что в конце концов поссорились, причем по какому-то ничтожному поводу, и помирились только на премьере, когда вынуждены были в таком поссорящем состоянии все-таки все это сыграть. И вот это какая-то еще детскость этого человека, я считаю, что это вообще характеризует большого мастера, когда он приступает к каждой новой роли как бы с нуля, совершенно как ребенок. Ничего не знает об этом, обижается как ребенок. Это тоже я запомнила, и меня это очень подкупило в этом человеке. Мы играли в спектакле «Петербургские сновидения», но разные роли. Там, кстати, ему почему-то была предложена роль Порфирия, и когда Марков спросил в безмерном удивлении у Юрия Александровича Завадского «Почему Порфирий?», Завад сказал, «Ну, ты же все можешь играть?» И я знала это. И действительно, когда вот из такого мужского, красивого, марковского лица было сделано это бабье, Порфиревское какое-то странное лицо, ясно было, что Марков действительно может все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова